Сезонные хлопоты. Первый весенний субботник в Щёлковском районе пройдёт 14 апреля. Подготовку к предстоящему благоустройству обсудили на оперативном совещании с главами поселений. Основной фронт работ направлен на очистку от прошлогоднего мусора дворовых территорий и межквартальных проездов. Сотрудники администрации муниципалитета помогут коммунальным службам навести порядок в скверах и зелёных полосах вдоль дорог. 14 апреля у нас разработана карта по закреплению за главы и соответственно все будут выходить областно той должности, которая уже была ранее утверждена. Содействие местным жителям наведение порядка во дворах окажут управляющие компании. Им же поручено утилизировать собранный мусор. 21 апреля пройдёт общий областной субботник. В местах с массовым участием волонтёров администрация района предусмотрела 13 точек горячего питания. Будут все обеспечены инвентарём, везде на сайтах размещена информация о том, где люди могут получить инвентарь. И соответственно могут все выйти и на свои подъезды, на свои прилегающие домовые территории, на детские площадки. Субботник как всегда пройдёт весело, празднично, с музыкой, с мероприятиями, с развлекательными, ну и соответственно с традиционным чаепитиям. Так что мы всех приглашаем и ждём на субботнике. До 1 сентября в Щёлковском районе запланировано отремонтировать дорожное покрытие на 74 улицах протяжённостью более 50 километров и столько же километров региональных дорог, сообщил Роман Назаров. Сюда вошли 13 дорог, получившие наибольшее число отвлеков жителей на оригинальном портале «Добродел». Их ремонт будет производиться на областные средства. 13 апреля уже пройдут аукционные процедуры, с 1 мая начнутся работы и по итогам этих работ 1 сентября всё будет завершено. Благодаря нашим жителям мы получим благоустроенные дороги протяженностью 10 километров. Всем огромное спасибо за то, что приняли участие в голосовании на портале «Добродел». Ряд поручений касался обеспечения безопасности в православный праздник «Красная горка». Также на совете главпоселения обсуждался вопрос организации благоустройства и подъезда к 25 кладбищам в Щёлковском районе. Обеспечивать порядок здесь будут порядка 125 сотрудников полиции. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».